здравствуйте в этом видеоролике я хочу рассказать о плотничном топоре который предназначен для рубки сруба вообще в зависимости от выполняемых операций строительные топоры могут отличаться по размерам по форме по весу по кривизне лезвия по величине угла заточки и так далее и топор который предназначен для рубки древесины также имеет свои особенности я бы выделил четыре основных характеристики такого топора первое масса топора без топорища 1200 1300 грамм второе радиус скругления режущей части лезвия топора порядка 30 сантиметров ну плюс минус 2 3 сантиметра третье угол носка передней части топора равен или меньше 90 градусов четвертый угол заточки топора примерно 35 градусов рассмотрим эти характеристики чуть подробнее а заодно поговорим о форме топорища о правилах насадки ну и коснемся закалки топора топор для рубки должен обладать определенной инерционностью очевидно что чем больше масса тем больше инерционность и тем глубже топор войдет древесину при одинаковом замахе то есть таким топором обрабатывать древесину легче однако если топор очень тяжел то плотник будет быстро уставать так вот на мой взгляд масса в 1200 1300 грамм это компромисс между удобством в работе и скоростью обработки древесины следующая особенность топора для рубки состоит в том что лезвие у него не прямое а чуть скругленное это необходимо для облегчения обработки древесины радиус скругления у такого топора 27 33 сантиметра для примерной оценки радиуса скругления на куске фанеры я вычертил ряд сегментов с разными радиусами например радиус скругления этого топора 29 сантиметров а у этого 28 для того чтобы топором то бишь фактически носком топора можно было вырубать пазы шипы и другие элементы угол носка должен быть меньше или равен 90 градусам например на этих кадрах показана вырубка шипа и надеюсь вы поняли что качественный шип без дополнительных инструментов можно сделать только в том случае если угол носка топора 90 или меньше градусов следующая очень важная характеристика это угол заточки топора угол заточки топора если угол заточки топора меньше чем 35 градусов то после каждого удара топор застревает в древесине как говорят плотники залипает если угол заточки больше чем 35 градусов то в этом случае ухудшается качество обработки древесины то есть угол заточки в 35 градусов это также компромиссная величина между качеством обработки древесины и удобства работы с топором точу топор я при помощи болгарки с лепестковым кругом при необходимости я делаю доводку заточки алмазным надфилем а при ежедневной работе для поддержания топора в остром состоянии нужно делать правку ну или небольшую заточку алмазным надфилем заточным бруском или кусочком наждачки который наклеен на деревянный брусочек угол заточки можно оценивать самодельным шаблоном шаблон представляет собой алюминиевую пластинку на которой при помощи транспортира нарисованы различные углы а затем вырезаны ножницами по металлу еще во времена советского союза были разработаны два госта посвященная строительным топорам это гост 18 578-89 топоры строительные и гост 14 00 91 топорище для топоров строительных эти документы есть свободном доступе в рунете и учитывая научный подход который применялся при разработке этих гостов рекомендую их всем кто интересуется топорами топорище это ручка топора она изготавливается из твердых лиственных пород древесины наших краях обычно из сухой березы длина топорища для такого топора по госту должна быть 50 сантиметров я же обычно делаю чуть длиннее 53 55 сантиметров искривление топорища для удобства работы критерий таков касательная проведенная к середине лезвия топора должна проходить от кончика топорища на расстоянии два с половиной шесть сантиметров хотя по поводу формы топорища могу сказать что все это не очень существенно давным давно знал мастера который делал удивительные вещи и все топорище его топоров были прямыми как палки для того чтобы топорище удобно лежало в руках в сечении оно напоминает яйцо где тупой конец яйца это верх топорища а острый конец яйца это низ топорища толщина топорища должна быть такой чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до ладони было не более 5 миллиметров при насадке топорища очень важно насадить топор так чтобы плоскость лезвия топора проходила через серединку конца топорища ну и расклиниваю топор я обычно металлическими клиньями в двух направлениях если топор делает кузнец то он закаливает его сразу так как положено но иногда встречаются старые топоры производства советской эпохи которые недостаточно закалены работать с таким топором сложно потому что он быстро тупится и его нужно постоянно точить на этом о плотничном топоре который предназначен для рубки сруба пожалуй все с вами был Валерий Самович удачи вам и успехов до встречи в следующих видео пока ну и ну и Субтитры подогнал «Симон»